всем привет друзья с вами канал копилка садовых советов сегодня друзья у меня очередная дегустация одного очень интересного мандарина под названием мандарин каваны вас и он растет у меня в открытом грунте вот такой вот красавчик это старый японский сорт произошел в 1895 году путем почечной мутации мандаринов уншиу и в 1937 году его привезли из флориды на черноморское побережье кавказа это довольно интересный сорт он во первых карликовый во вторых довольно урожайный высота его в природе он вырастает от двух до двух с половиной метров то есть не очень большие в условиях выращивания в горшках и либо же как у меня в открытом грунте теплицы это небольшое растение но при этом очень урожайные говорят даже что этот мандарин может себя так нагрузить что при этом погибнет потому надо контролировать его нагрузку если он чересчур себя перегружает у меня этот мандаринчик повел себя по-интересному он у меня уже растет пятый год и при этом это первое плодоношение года с третьего он завязывал плоды но при этом все время их сбрасывал в этом же году он завязал довольно много вот как вы видите куча мандаринок это при том что очень много уже посрывали их мандаринчик не очень большие но тем не менее кстати мандарин кавана васа как и другие вас и это определенная группа унши унши кстати тоже делится на пять групп подгрупп и группа васэ это та группа которая считается ранними мандаринами этот мандаринчик должен созревать в октябре месяце и где-то с октября месяца они уже были в принципе уже хорошо вызревшими и я их начал по чуть-чуть срывать но когда я срывал их и пробовал то они были хоть по вкусу и очень такие интересные но при этом была очень такая выраженная кислинка и я решил их оставить чуть дольше чтобы не повисели хоть вообще вся группа унши у считается теми мандаринами которые не должны долго висеть на дереве они теряют свое качество но все же решил их оставить и вот теперь хочу сейчас попробовать их убралась ли это кислинка которая присутствовала по сахару здесь было все нормально вот кислинка конечно такая мешала в общем сейчас все мандаринки мы сорвем и продегустируем их и посмотрим какой же он на вкус поехали друзья срезаем мандаринки маленькие конечно но как показывает практика не вот на вот не приходится они на следующий год могут быть совсем другие и вот последние две мандаринки остались вложим их тоже тарелочку ну вот такой вот друзья урожайчик ну а теперь друзья как всегда сначала свесим их а потом продегустируем так друзья на готовил весы давайте свесим мандаринки первый плодик 68 грамм возьмем средний 65 почти 66 грамм возьмем поменьше и 49 грамм вот такой вот вес небольшие мандаринки а теперь друзья давайте их разрежем и попробуем так ну давайте сначала самую большую разрежем вот так они выглядят конечно смотрится очень сочно они и до этого были сочные но опять же провисели чуть дольше и могли потеряться немного в качество видно сок как хорошо выступает и давайте еще разрежем маленькую какую-нибудь тоже очень сочная ну а теперь давайте их пробовать корочка очищается на всех оншиву хорошо на группе оншиву вот так вот выглядит положим вот эту обрез обчистим все руки в сокове так ну пробую первый этот и маленький попробую на вкус друзья очень вкусный все в нем принципе хватает хоть кислота все-таки не ушла полностью если сравнивать там с другими оншиву конечно он чуточку кислее ну а так вообще очень вкусный мандаринчик и сладкий и насыщенный богатый вкус в общем принципе мне очень нравится этот мандарин но по кислоте конечно есть чуточку получше хоть с другой стороны кислота всегда дает более богатый мандарин вкус и в этого мандарина все-таки богатый вкус ну и урожайность очень даже приличная а с учетом того что это только первое плодоношение думаю все последующие будут еще покруче ну и на концовку друзья небольшие выводы про этот мандарин мандарин мне в принципе очень понравился кислинка конечно присутствует но она не мешает также его характеристики а именно низкорослость и хорошая урожайность это плюсы особенно когда выращивается в наших условиях то есть либо в комнатах либо в теплицах это очень важно и скажу вам вот к примеру то что когда я только начинал заниматься цитрусовыми и этот мандарин продавался вот везде где только можно тогда еще не было такого ассортимента вот как сейчас у нас дабы цитрусовые сейчас довольно сильно распространились у нас стране то я считаю не зря его в первую очередь еще очень давно начали продавать так как сорт того стоит ну а на этом друзья конечно я буду прощаться если вам понравилось видео ставьте лайки ваши лайки это лучшая поддержка для автора до скорых встреч в новых видео всем пока